итак у меня сегодня мой первый спикер дмитрий стогов дима привет привет для тех вдруг среди наших зрителей есть такие люди которые тебя не все-таки не знают расскажи пару слов о себе и чем ты занимаешься ну собственно я разработаю ядро php уже занимаюсь этим 16 лет так что по большому счету все вы работаете на том что делаю я спасибо спасибо вообще за 16 лет ты не устал не было такого что пички уже вот тут вот подходит такой момент прям сейчас подходит или были да нет под периодически подходит откатывается то есть здесь дело даже не в технике в политике скорее то есть то что происходит в коммунити то есть всегда нет единого мнения о том куда развивать печки дальше а вот лично всегда есть некий компромисс по которому приходится идти ну вот лично твой взгляд ты же откуда-то из какого-то языка программирования черпаешь идеи для себя вот g там вот эти все последний вот этот отовсюду я хожу на евро ские конференции то есть на джокер я смотрю то что у нас происходит на реализацию лоджи то что происходит в новых языках программирования голос лифт читаю научные работы по джит компиляции по виртуальным машинам разумеется стоять не стою до месте дальше бы и печки стоял на месте а вот сейчас оглядываясь назад на весь этот опыт чтобы ты сделал по-другому что ты считаешь вот вот так все таки не не стоило делать но не стоило усложнять язык то что сейчас мы происходит в печке 748 то есть мы вводим много много новых концепций с моей точки зрения и они не до конца проработаны результате получается ну смотри зрения каша ты имеешь ввиду нет я имею ввиду typing который не до конца продуман пусть у нас это и property при этом у нас нет топит а рейс то есть есть к вариантность типов но чтобы ее реализовать приходится делать ужасные вещи внутри пешки всегда был просто хорошим инструментом на котором было легко начать работать и легко сделать проект то есть сейчас получается что к интерпретатору нужно бороться со сложности языка начинающим программистом опять-таки бороться со сложности бы войти в него а как ты думаешь почему так получилось вот мы жили там сколько десять-пятнадцать лет таким динамическим php да и вот вдруг прям все стали топить за типы за статический прям анализ и вот php пошел прям той дорогой в статику но в том что php стал использоваться в интерпрайзе где считается что типизованность поможет в отлавливание багов на этапе компиляции на самом деле это не сильно помогает это все равно срабатывает на этапе исполнения ну и получите в exception ну наверное все таки лучше чем совсем неизвестное поведение ну что ж спасибо за ответы переходим к докладу да заработала спасибо значит я дмитрий стогов работая с печки с 2002 года притом так получилось что практически все это время я работаю не на самом печки а над печки и в основном занимаясь вопросами связанными с производительностью сначала я работал своим собственным расширением аналогом нынешнего об кэш но по приходу в zent я уже подключился к работе над ядром я не очень хороший докладчик и рассказывая только о том что делаю сам и рассказываю одну длинную бесконечную историю о том как от версии к версиям мы придумываем новые фичи и реализуем их для ускорения языка это слайд качует у меня из презентации презентации показывает чего мы достигли за последние годы вот за 6-16 лет что я в зенде мы ускорили скорость интерпретации на тестах 40 раз она реальных продолжениях в 6 раз за это время было всего два серьезных прорыва это версия 51 когда мы сделали специализированный интерпретатор и это позволило поднять производительность в основном на тестах и версия 70 когда мы сделали полный рефактор инструктуру данных это позволило поднять производительность более чем в два раза не только на тестах но и на реальных приложениях все же остальные версии показываются менее существенное увеличение производительности и как в конце работы над ветки 5 так и в конце работа на ветки 7 мы практически уже не можем показать никакого ускорения так за последние два года работы над веткой над веткой 7 4 и 8 но мы добились хорошо все пяти семипроцентного ускорения собственно это уже неплохо потому что эти версии выйдет много новых фич и далеко не все из них положительно влияет на производительность так что хорошо что еще назад не откатились но и в этим если мы хотим дальше развивать производительность встает вопрос а топку то новые идеи и технологии тут конечно сразу вспоминается джит и история успеха я вас крипт движков которых только ледимо не писал лет 15 назад на самом деле мы начали заниматься чуть уже давно еще в двенадцатом году и во многом эти работы позволили нам понять что у нас не так спешки 5 собственно это определило успех пешки инжи и потом 5 5 7 сам же джит а точнее уже третью и четвертую его реактор нации мы довели вот до мейнстрима только сейчас его сегодня я буду рассказывать о том как работает в печке начинаем самых азов как у нас работает печки все это сервер который принимает запрос компилирует текст запрашиваемого скрипта в байт-код отдает его виртуальной машине виртуальная машина начинает его интерпортировать инструкцию за инструкцией если встречается инструкции отклют он компилирует еще один файл и так далее по завершению запроса вся информация реквест удаляется из памяти в том числе весь скопилированный байт-код вставлять сюда джит просто не имеет никакого смысла потом потому что нам придется на каждом запросе перекомпилировать найти в код и это будет очень дорого к счастью мы давно ушли от перекомпиляции байт-кода на каждом реквесте для этого на служит расширение об кэш но встраиваться специальные сокеты перехватывает все запросы на компиляцию и кеширует скопилированный байт-код в разделяемой памяти здесь мы экономим не только время на компиляцию но и память поскольку раньше у нас байкут хорнился важном пространстве каждого процесса теперь у нас один для всех не кроме того поскольку теперь у нас комплекта вызывается всего один раз для каждого скрипта выполняется не множество раз мы можем потратить побольше времени на компиляцию и добавили оптимайзер который переводит байт-код в более оптимальный байт-код немножко о каждом из этих блоков скоплятор переводит текст скрипта в байт-код байт-код это бинарное представление спроектировано специально для эффективного исполнения интерпретатором для каждого из инструкции у интерпретатора соответственно и свой обработчик ну вот вы здесь увидите после некий скрипт и во чтобы он скомпилился инструкции есть присваивание математика условно-безусловные переходы сравнения вызов-возврата обработка структур данных принципе все достаточно просто значит компилятор у нас был спроектирован так чтобы работать на каждом запросе поэтому у нас достаточно быстро и тупой в твердите умудрился вставить два оператор ретон хотя последний понятно что никогда исполниться не может клики работает через раз сожалению возможно да так что себя представляет интерпретатор вот слева внизу у нас есть цикл который цикле вызывает обработчик для текущей инструкции собственно все что он делает с каждая обработчик у нас просто все функция интерпретатор использует два регистра это applied это текущий текущая инструкция и execute data это фрейм активации относительно которого адресуется все локальные переменные как правило как правило инструкции следуют друг за другом и в каждом конце каждого обработчика мы просто сдвигаем указатель на следующий ну эта схема немножко упрощенная на самом деле все чуть 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 сложнее то есть у нас для каждой струкции может быть не один обработчик а множество справа вы видите не саму функцию сейчас то макроопределение из которого будет сгенерированы несколько функций для каждого обработчика вот для каждой инструкции и непосредственно в байткоте будет прописан адрес того обработчика который мы будем вызывать это очень важно как раз для ждет потому что мы будем пользоваться этим для того чтобы перенаправлять поток управления в наш новый сгенерированный код что еще одно что которое было введено в версии 72 это гибридная виртуальная машина когда мы вместо того чтобы вызывать обработчик напрямую делаем косвенный переход по метке а уже оттуда вызываем обработчик напрямую и потом делаем новый переход на следующую инструкцию то есть тоже косвенный переход это нам дают два преимущества во-первых мы можем заинлайнить наиболее востребованные обработчики непосредственно в тело интерпретатора и избавиться от оверхеда вызова и возврата и во-вторых такая схема интерпретатора помогает избавиться помочь центральному процессору в предсказании переходов если раньше раз была всего одна точка где мы вызывали инструкцию и компилятор просто не мог угадать что же мы конкретно вызываем каждый раз у нас ошибался предсказатель переходов то теперь такие переходы идут после каждой инструкции и соответственно если инструкция выстраивается в стабильные последовательности процессор вполне может угадать какая струкция какой будет следовать наконец оптимайзер достаточно сложная система которая начала развиваться еще во времена 5 4 но особый прорыв на раздела в версии 73 когда мы закомментили туда наработки от первых версий джит то есть теперь мы делаем множество статических анализов вывод типов и потом применяем классические методы оптимизации такие как копия пропагейшный дядь дядь куда лимонейшин вот вы видите например что ушел слева тот код который был а справа тот который получился видите что ушел ритон нет ненужный какие-то инструкции поменялись на более оптимальные какие-то смешивались и так далее ну и теперь собственно о самом джит в 5 8 нас привела сразу два тесно связанных движка первый из них это фанкшн жить на самом деле он был готов еще два года назад мы даже предлагали включать его в печке 74 значит на этапе загрузки байт кода в обкэш мы для каждой функции вызываем компилятор который импелит функцию в найти вход и подменяет обработчик первой инструкции так что это про будет вызывать место обработчик это инструкция непосредственно уже наш найти в код функционально компилятора разбит на две части это платформа независимый драйвер и backend для x86 процессора который написан с помощью динасма это тул разработан в рамках проекта ладжит значит мы не используем какого-то низкоуровневого представления для генерации кода то есть мы генерируем код непосредственно из байт кода плюс построен для него старик синтеза нет форм и вот выводы типов которые в принципе делает код уже закомичен в оптимизатор а что мы получили с помощью такого компилятора ну во первых такой подход который мы сделали позволил нам получить результат очень быстро на первых этапах мы просто генерировали код который создает состоял из вызовов к стандартным обработчиком из интерпретатор просто кол 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 и так далее если потом мы стали в бакенде делать оптимизирующие оптимизирующие генераторы для наиболее востребованных инструкций потом для их комбинации потом мы сделали режиссер локейтер который позволил хранить 5 спичные переменные в регистре процессоры но результате получили достаточно оптимальный код вот для нашего примера вот тот же байкот слева этот ассемблер который сгенерировался для него справа из первая инструкция присваивание сумме нуля скомпилировалась в две машины инструкции первое записывает значение 0 вторая тип четверочка это данном случае из лонг записывается они по какому-то смещению от регистра и сай одном хранится как раз это указатель на фрейм текущей процедуры для регистра ай у нас выделялась выделяется регистр еды x и мы обновляем его просто с помощью инструкции xor дальше переходим на метку и 3 здесь мы проверяем не произошел и таймаут проверяем условия выхода из цикла возвращаемся на метку или один проверяем является ли у нас сумма целым числом читаем значение добавляем к нему ай хранящийся в регистре еды x проверяем неприсословие переполнения записываем обратно в регистр сумму в стек по смещению где хранится значение суммы увеличиваем ай то есть регистр еды x на денис и повторяется цикл то есть как видите код достаточно оптимально ну или что мы в результате получили еще одно двукратное ускорение на тестах но на реальных продолжениях точнее вот на wordpress и мы получили замедление ну и почему это собственно у нас произошло ну во первых и что может ускорить жидкомпилятор то есть только те приложения те программы в которых реально у нас загрузка реальное время проводится в интерпретаторе то есть если у нас приложение 80 процентов времени ждет ответ от базы данных то есть это ничем не поможет если приложение вызывает ресурсоемкие функции например обработка достаточно сложных регулярных выражений то есть мы точно также вызываем эти функции и наш джидкод уже ждет ответа тех функций наконец если мы используем громадные структуры данных и бегаем беспорядочным образом читая данные из них то главным узким местом становится чтение из памяти и мы можем сгенерировать более продвинутый код который сэкономит там 20 циклов процессора но само чтение из памяти будет занимать там сотни и тысячи циклов есть выигрыша практически никакого не будет наконец как вы видите джид может даже сделать замедлить приложение и чем же дело в том что мы генерируем очень много кода для приложения чем больше положение чем больше кодами генерируем и само чтение кода становится проблемой а если подумать что мы генерируем достаточно много лишнего кода во первых мы генерируем код для всех процедур используются они они у нас не все наверняка и более того некоторые процедуры могут использоваться всего один раз значит в каждой процедуре или функции у нас может быть какие-то пути которые никогда не не используются обработка ошибок еще что-то наконец мы генерируем честный код для тех типов которые смог вывести статический анализатор он зачастую не может угадать какие типы у нас получились и генерирует код для всех типов которые просто возможны ну и единственная мысль которая нам пришла в голову это попробовать избавиться от личного кода и первое что мы попробовали это просто генерировать код только для тех функций которые у нас реально используются которые у нас вызываются много раз вместо того чтобы сразу же комплить функцию мы первую инструкцию функции заменяем на счетчик если на счетчик превысил какую-то границу только тогда запускаем компилятор для wordpress а такая схема позволила сократить объем генерируема кода где-то на две трети и немножко поднять производительность но на самом деле она все равно не дотягивала до скорости интерпретации то есть интерпретата мы сделали реально хороший стал вопрос встал вопрос а совершенно другом подходе к джит то есть вместо того чтобы честно генерировать код для всех функций для всех путей мы хотим генерировать код только для тех путей которые реально используются которые реально оптимизируют который мы можем реально получить какое-то ускорение и только для тех типов которые реально используются в программе давайте посмотрим какие вообще бывают схемы компиляции джид фанша жид или вот то что у нас было подразумевает что control flow граф каждой функции генерирует полностью и генерироваться полностью код все блоки control flow графа исходной функции вставляются в программу вставляются ли в том в порядке в котором пришел статический она анализатор то есть он как вы понимаете может ошибиться в данном случае у нас слева control flow граф для двух функций синих им показаны те блоки который будет выполняться беленьким который не выполняется вы верите что блок был наставился где-то посередине и мы прыгаем вокруг него мы могли бы поставить его в принципе в конце а могли бы вообще не ставим то есть не включать его в программу вызов и возврат из функции реализуются с помощью машины конструкции color return это это практически то что мы сделали вот о том я вам рассказывал но за одним исключением то есть call и return у нас вызывает делается не через машины инструкции color return а как будто бы через виртуальную машину мы просто делаем косвенный переход на обработчик для следующей инструкции то есть это как именно то что делает интерпретатор в результате у нас получается бесшовная интеграция интерпретатора и gt-code и тот мы можем перейти из одного в другой всего с помощью одной инструкции это намного проще чем всякий там он стекли плейсмент в яви или других реализациях другой подход основан на 3 советах значит эта схема в принципе пришла из бинарных трансляторов каждый раз когда мы входим в какой-то блок в интерпретаторе мы сразу начинаем его компилировать потом комплируем его только для тех типов которые реально пришли на входе этого блока если же в следующий раз при исполнении мы проверим и получите там бурт другие типы то мы скомплируем другую версию этого же блока значит так каждый блок генерится каждый блок компилируется отдельно интересным получается то что у нас блоки в коде программы генерированной кода располагаются именно в том в порядке в котором они выполняются но переходы между ними могут быть не прямые а через диспетчер виртуальной машины как я уже сказал этот подход используется в бинарных трансляторах он также использовался в а че чем альтернативная реализация пешки от фейсбука посмотрите зрение он не представляет хоть какую-то широкой области для оптимизации то есть оптимизировать один basic блок а чё нужно собственно оптимизировать визит нужно циклы и виланить функции поэтому мы рассмотрим еще один развитие идеи треслетов трейсы когда мы входим в блок мы ничего не продолжаем интерпретацию записывая последовательность блоков которые мы исполняем если в какой-то момент рекордер решает что мы достигли какой-то хорошего трейса в данном случае раз замкнулся цикл смыки пили мы вот тут рейс который у нас получился для всех же блоков которые у нас не попали на который был возможный переход мы вставляем гарды и сайт экзиты если такой сайта где срабатывает то мы генерируем код для сайт трейса записываем его и кемпилируем да то есть видите у нас получился один друг дополнительный трейс когда пятки напрямую связан с главным трейсом такой подход был популярен в ранних реализациях его скрипта наверное самая лучшая реализация это лоджит там просто на сайт pearl ну собственно мы остановились на этом подходе потому что для нас является в меру простым и дается в принципе неплохие результаты то есть запись трейса делается на основании достаточно простых понятных правил то есть мы точно знаем когда нужно остановиться оптимизировать последовательность достаточно намного проще чем оптимизировать графы ну а минусом этого подхода является то что некоторые блоки могут компилировать несколько раз в этом примере блоки g и скопилировались два раза ну и просто же для платы картин расскажу что есть еще более продвинутый способ это про файлы на region базе джит когда мы какое-то время мониторим как у нас исполняется программа смотрим какой блоки сколько раз исполнился потом в какой-то момент решаем что пора нам компилировать все самое горячее собираем информацию о том какие блоки исполнялись строим и регионы которые могут содержать и функции то есть быть с 1 региона может терять код из нескольких функций и неполных функций так далее и потом уже генерируем код снова для нас то пока что сложно значит а когда мы начали создавать трейтинг жид у нас уже был некий жид фреймвок очень удачно что у нас были такие сложные части как x86 backend и резал рак это то есть мы могли смогли их использовать практически без изменений спой навешиваем счетчики на те инструкции которые могут быть потенциальными заголовками цикла когда эти счетчики превышают значения начинаем записывать потом отдаем компилятору значит компилятор генерирует коду именно для этого трейса не обращая внимание на то что делается вокруг и вставляет гарды и сайт экзиты если происходит такой сайт экзит включается в работу де оптимайзер который восстанавливает состояние необходимое для продолжения исполнения в интерпретаторе и отдает интерпретатору если сайт экзит повторяется много раз то мы записываем сайт трейс и отдаем ее компиляцию значит все такое трейс это просто последовательность исполнения то есть для бинарных трансляторов или статистических языков к статистике типизированных языков было бы достаточно просто записывать номера исполняемых блоков что мы хотим записывать больше мы хотим иметь информацию о тех типах которые нас используются в программе поэтому записываем те виртуальные инструкции которые исполняются в принципе можно было спуститься еще ниже записывать с разбить каждую виртуальную инструкцию на более низкие примитивы и записывать их так делает лоджит и это позволяет ему делать более глубокие анализы и оптимизации но мы пока остановились на инструкции для того чтобы использовать тот backend который у нас уже был ну и помимо инструкции мы записываем типы переменных которые приходят на вход инструкции какой у нас массив может быть упакованный или хэш класса объектов и кроме того и те функции которые собственно заинлайн есть нашу трейс существует несколько основных точек из которых может начаться запись трейса в первую очередь это цикл то есть если у нас есть цикл который исполняется много раз мы считаем что он может быть горячим вешаем на заголовок цикла счетчик и если у нас цикла в данном случае по умолчанию 4 раза мы начинаем записывать эмпилировать трейс таким образом самый горячий цикл а скопилируется первыми а в случае если у нас есть вложенные цикла то сначала у нас скопилируется самый внутренний цикл и потом у нас насчет обрастать как сайт трейсами внешними значит следующий тип это вход функцию то есть он призван детектить наиболее часто исполняемые функции и как частный случай рекурсивные то есть цикл рекурсивного вызова для функции ты наконец возврат из функции но не простой возврат возврат из функции которая уже начала жительца допустим мы стали записывать трейс записали ее до вызова функции решили остановиться но чтобы потом когда из функции мы вернемся мы хотим продолжить жить уже новую трейс которые были будут связаны между собой ну и отдельный тип это сайт трейс когда у нас происходит сайт exit значит сам рекорд это у нас специального вида интерпретатор вот тот же цикл который был в самом начале и помимо того что он записывает инструкция помимо что исполняет вызывает обработки для строится он еще записывает инструкции типы но кроме того он принимает решение о том когда ему остановиться то есть так если он делает на основании простой таблицы если он начал записывать трейс для цикла и пришел к началу этого цикла значит мы записали 3 для цикла даем и компилятору если мы начали записывать трейс для функции enter пришли на цикл то мы отбрасываем то что мы записали и отдаем предпочтение для циклу то есть начинаем записывать новый трейс с начала цикла если мы начали записывать функцию и пришли опять к началу эта функция значит нас рекордивный цикл вызова если у нас и записывать функцию пришли к возврату мы записали 3 для функции компилируемые кроме того мы можем наткнуться на уже скомпилированные части ножиками с цепилированной трейсой когда мы будем линковать друг с другом есть возможность ситуации когда завершать рекординг нужно абортированием встреча стал слишком длинным слишком глубоким не имеет смысла записывать дальше мы видим что ничего хорошего мы уже не получим но кроме того могут возникнуть это exception и появится неподдерживаемая инструкция и так далее в случае если какой-то трейс абортируется часто мы его запомещаем черный список для этого для рутовых трейсов мы ту инструкцию с которой он начался применяем обработчик со счетчика который раз был обратно на оригинальную инструкцию отдаем прямо в интерпретатор чтобы больше уже не отнимать время на попытки записи а для сайт-рейсов мы генерируем на эти в код для деоптимизации и патчем сгенерированный код в рут трейси ну вот простенький пример как на все это работает слева скрипт который считает сумму элементов сумму несчетных элементов массива справа тот байт код который генерал для него компилятор плюс оптимайзер мы вешаем два счетчика первые на инструкцию номер два с function function entry и вторую на заголовок цикла инструкция 12 после того как цикл исполнился общая четыре раза у нас начал началась запись трейса значит вот байт код он пришел налево а справа будет генерироваться трейс значит смотрим налево то есть мы начали запись с инструкции 12 пришли на инструкцию 13 струкции 13 условный переход на инструкции 5 дальше идем прямо до инструкции 8 переходим на 11 и дальше 12 цикл замыкается вот все эти инструкции у нас в том в порядке в котором они исполнялись записались в трейс и помимо самих инструкций у нас записались типы переменных которые пришли на вход каждой инструкции теперь мы этот рейс отдаем компилятору первое что он делает он строит статик согласанин форму то есть это представление используемые в этим в оптимизирующих компиляторах которые позволяют делать оптимизации в принципе главная задача это описать потоки данных на основании этой формы мы можем вывести типы справа в трейсе вы видите в квадратных скобочках появились типы для каждой переменной этот вывод делается как на основе статического анализа из программы так и на основе тех типов которые у нас записали стрессе и в тех случаях когда типа статически вы вывести на быть не могут нам необходимы гарды они показаны восклицательным знаком здесь нам нужно будет проверить тип для этой переменной какие-то эти гардов могут быть вынесены из цикла ну и дальше мы начинаем генерировать код первое это пролог мы входим в трейсе записываем номер трейса единичку какую-то глобальную переменную проверяем тип переменной а что этом семерочкам это из ары проверяем является ли данная ареи упакованным следующая проверка проверяем что n целая и целая и метка 1 это заголовок цикла дальше сравниваем и n и если они начнем если выход из цикла то мы делаем сайт exit дальше читаем значение из массива получаем делим его на 2 получаем остаток отделения сравнивать с нулем если он не 0 то уходим на сайт exit а противном случае замыкаем цикл до с проверяем interrupt и уходим начало цикла этот рейс у нас будет выполняться в цикле до тех пор пока у нас будут только четные значения значит когда у нас появится в массиве нечетное значение произойдет сайт exit вот этот брончит трейс exit 7 сработает то есть и он нам передаст управление деоптимизатору и по номеру трейса который мы записали в самом начале и номеру выхода найдет информацию то есть в табличную информацию о том что нужно сделать то есть она вот снизу показано нам нужно перейти на инструкцию с номером 9 возможно сохранить какие-то регистры если они переменные из регистров в память и виртуальная машина и так же есть информация о типах для того чтобы продолжить оптимизацию же сайт рейса ну где оптимизация у нас маленький виртуальная машина маленький интерпретатор интерпретирует вот эти вот инструкции данные ему и позволяет он не заботиться в теле нашего найти в кода о поддержание консистентного состояния то есть мы можем не записывать данные в память это сделать и оптимизатор мы можем избавиться от референс аккаунтинга отложив его то есть во многих случаях просто не надо будет делать плюс плюс минус минус или наоборот все это сделать и оптимизатор значит ну ты когда подобные выход из трейса экзит 7 работа несколько раз мы начинаем записать трейса то есть вот он начинается с инструкции номер 9 и доходит до инструкции 12 прямо 12 это у нас начало трейса 1 и вот справа внизу видите что этот трейс 2 остановился и будет слинкованка в трейсе 1 все точно так же компилируется здесь я же не буду показывать тот код который компилируется покажу только как трейсы линкуются второй трейс закончился переходом на 1 1 3 пропачился и там где был переход на сайт exit теперь будет переход на 3 2 а как верить все достаточно оптимально у нас получилось ну и что мы получили весна синтетических тестах мы видим уже трехкратное ускорение а на нашем бедном вордпрессе ну как минимум мы стали чуть чуть быстрее чем интерпретатор но на самом деле вордпрессе действительно ускорять нечего то есть там циклов горячих нету там две-три функции но они настолько страшно что оптимизировать их и человек не сможет но другие бенчмарки показывают что во-первых трейсинг жид у нас всегда быстрее фанкшин жид на тестах он показывает приблизительно трехкратное ускорение он показывает достаточно хорошее ускорение не вполне типичных для печки приложениях такие вот как пешки парсер веб-сейвером пешки с двух- или полторакратное ускорение ну а на типичных пешки задачах смс их показывает достаточно несущественное ускорение так что не спешите включать джит на своих северах профилируйте пробуйте то есть если вы профилируете то наверняка найдете какие-то бутленеки которые можно будет устранить и без джита что будет вам полезно но возможно дадите какой-то фидбак для меня чтобы я мог улучшить джит компилятор ну собственно на этом все немножко о том куда мы будем стремиться в ближайшее время я не планирую каких-то больших изменений в джите технология достаточно молодая только что включается в мейнстрим то есть я предвижу что будет много баг репортов много ошибок поэтому сейчас не хочу сплитать то есть 8 и 81 и то есть буду продолжать пока что просто поддерживать его ну а в будущем то есть я планирую во первых спуститься все-таки ниже и ввести какой-то интермедиатор low-level интерметрии и презентейшн который позволится отвязаться от семантики печки и сделать более простые оптимизации в то же время более эффективные и коды генераторы также это наверное является необходимый необходимым шагом на пути порта ты сейчас насчет один пока для к 76 но хотелось бы например для армы сделать ну кроме того есть идея скрестить джит и ффай что позволило бы писать на миксе пищи и генерировать код который по эффективности будет такой же как и си ну и опять таки еще подумать о профайл регион базе джит отдельно еще можно отметить о том что в принципе неплохо бы кое-что в пешке самом почистить и убрать какие-то конструкции которые негативно влияют как на интерпретацию так и на джит компилятор например тот же самый доллар доллар который уже мало кто им пользуется но на этом все прошу вопросы если еще осталось время у нас и вадима за доклад конечно конечно же к тебе будет куча вопросов ну и самый самый на популярный когда 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 будет релиз пич пи 8 все ждут когда занес ноября начало декабря и вдогоночку стоит ли прям сразу бросаться на продакшене переходить или есть прям какие-то подводные камни которые могут всплыть при переходе ну вообще пи шпи 8 мажор лиз в нем многое сломано то есть поэтому даже не то есть не говоря о том что жид не стоит включать сразу же подождите особенно в продакшене то есть просто многие вещи сломаны и поэтому это будет достаточно сложный переход для многих то есть как было дополняем в семерке то есть когда немного больно будет да 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 еще вопрос как влияет статическая типизация на производительность отрицательно ну прям сильно сильно или но скажем так в каждом месте котором она используется в интерпретаре из типа проверяются то есть если раньше у нас типа не проверялись то есть какой пришел такой пришел но теперь соответственно в интерпретаре у нас каждый раз эти типы будут проверяться это дополнительная проверка но в относительных величинах это прям много долго много тиков или ну я не знаю попробуйте переписать wordpress на тебе переменных то есть понятно что на простом каком-то маленьком там бенчмарке то есть можно сравнить то есть но на реальном положении к сожалению сравнить достаточно сложно потому что ну пресса вложить много времени в то чтобы сделать два одинаковые положения одно типизирование другое нет у нас здесь есть и рудные приложения то можно от него типа отрезать тогда посмотреть что получится да да у нас не пробовал делать это было бы действительно интересно попробовать у нас коллега была идея написать тузу такую которая прогоняет который берет код стадис типизации прогоняет стат анализ а потом вырезает оттуда все типы то есть у тебя как бы и статический анализ и получается код гораздо производительнее да получится нормальная идея ли это бред как ты думаешь нет на самом деле то есть типизация может помочь именно джид компилятору если джид компилятор уже может какие-то проверки устранить он делался здесь канализ и проверки вырезает то есть а интерпретатор ты сделай только больше работы еще разные подходы то есть во первых у нас система типов она незаконченная не позволяет типизировать все она позволяет типизировать только вот какие-то type truck properties и параметры фулсы все по моему сегодня а теперь еще указатели что является очень интересно то есть ну а статически теперь языки типизирует все других языках наоборот эти типы являются общинного и не используется например то же самое че чем в нем типизации используется просто как хинт то есть ну а никаких проверок внутри виртуальной машины не производится момент интерпретации а вот планируется ли в будущем еще какие-то оптимизации производительности или вот мы сейчас пока на данный момент уже уперлись в стену и вот допиливаем но начинаешь работать на джит и и видишь что там и как работает как раз появляются те новые идеи вот которые дали толчок для семерки то есть да уже появились кое-какие идеи и возможно они будут реализованы как раз вы сейчас пока на джитом может быть не имеет смысла особо работать всего сильно менять возможно кое-что будет сделано именно в ядре для улучшения джита но это даст то есть сразу же спидап и всем то есть в том что я интерпретатор а что-то помимо джита есть какие-то идеи что-то там революционное новое о чем еще не слышали сложно предложить понимаете сделать но то сейчас мы сделали то есть без джита в 40 раз с джитом в сто раз мы подняли производительность ну куда же больше предел практически есть предел скорость света планируется ли версия пичпи которая будет компилировать код в бинарник по аналогии силика нет не планируется хотя в принципе я не вижу ничего сложного для этого все уже есть то есть но наш фанкшен жид это по сути дела ответ of time compiler то есть по большому счету мы можем сгенерировать из него могли бы генерировать и си код который к им потом компилировать но смысла в этом большого я не вижу на каком при этом скорость при этом просто не добавится то есть если вам нужно бинарный для того чтобы распространять но это другой подход то есть но другая задача и мне не особо интересно то есть это если вы хотите распространять close source проекты зарабатывать деньги пожалуйста тогда сами делайте на каком варианте оптимизации джит сейчас остановились при использовании региона в тресах вроде увеличивается анализ кода не даст ли это минус в производительности время компиляции разумеется вырастет ну а можно сейчас у нас время но это для нас не является большой проблемой хотя в одной из реализации джит мы использовали или львем и тогда у нас в арт пресс компилировался минуты три первая загрузка в арт пресса было три минуты понимаете что это вообще нереально если так первая загрузка но это одна сотая секунды что же спасибо сейчас на фарфа фанкшн жид работает ну раз в стопы или в тысячу раз быстрее чем львем фанкшн жид а треск жид разумеется еще быстрее при том что работает он итеративно то есть он не сразу же весь wordpress компилирует смысле все треси а он их постепенно накапливает то есть и все что нам надо он генерирует где-то реквестов за 40 разогрев постепенный ну что ж спасибо дим за ответы что за 100 разогревает и и и и и Продолжение следует...